Добрый день, ребята и родители! А сейчас у нас следующая история про забавного ёжика и медвежонка. Какие они интересные! Всегда что-нибудь придумывают, и всегда с ними что-то случается. И называется эта сказка «Солнце». Каждый листик, каждая веточка стали видны резко и отчётливо. Небо опустилось низко-низко и теперь стояло в обнимку с деревьями. Как появилось солнце, становилось так радостно и печально, как никогда не бывает летом. Отчего это так? – спрашивал ёжик-медвежонка. Глупый, – говорил ёжик, – это последнее солнышко, потому и печально. Хорошо бы оно никогда не уходило. – Так не бывает, – сказал ёжик. Дни станут темнее, короче, а ночи длиннее и больше. А что мы будем делать? Топить печку, глядеть на огонь, вспоминать лето. Хорошо бы, если бы у нас дома было своё солнышко, я бы его поливал. Что же оно? Цветок? Я бы за ним ухаживал лучше, чем за цветком. Я бы с ним разговаривал. А что бы ты ему сказал? Я бы сказал, – доброе утро, солнышко. Это утром. А потом не перебивай. Я бы ему сказал, – доброе утро, солнышко. Солнышко, я медвежонок. Знаю, – сказала бы оно. У меня есть друг. Он скоро придёт. Его зовут ёжик. Знаю, – сказала оно. Вот он придёт, и мы сядем завтракать. Смотрите, вот сидят они и мечтают о том, чтобы у них солнышко было дома. Уже осень деревья стали жёлтыми, кусты тоже всё кругом пожелтело, и стали дни короче, а ночи длиннее. Ты что больше любишь? Мёд или грибки? Мёд, – сказала бы солнышко. Это почему? – спросил ёжик. Мне так кажется, оно золотое и мёд золотой. А что такое грибы? Что? – плесень, – сказал медвежонок. Это грибы-то? – плесень? А что же ещё? Самая настоящая плесень. Значит, я больше всего на свете люблю плесень. Нет, почему? Ты яблоки тоже любишь. Но грибы-то я люблю больше. Я не знаю, – сказал медвежонок. Предложи ему грибков. Вот увидишь, оно не откажется. Солнышко, хочешь грибков? – спросил медвежонок. А какие грибы? Вдруг выглянуло солнце. Постой! Кто это говорит? – спросил ёжик. Солнышко! – еле слышно, – сказал медвежонок. Оно с нами заговорило. Ещё тише ёжику. Какие у тебя есть грибы? Опята! – прошептал ёжик. Опята! – громко сказал медвежонок. Очень люблю опята, – сказала солнышко. Я на них подолгу смотрю, когда они греются у пенька. Соберутся кучи и молчат. А почему молчат? – спросил медвежонок. А о чём говорить, если я на ней гляжу? И гляжу шершавой ладонью, и глажу шершавой ладонью. А она у вас шершавая? – спросил медвежонок. Мне казалось, она у вас мягкая и ласковая. И чуть-чуть шершавенькая, – сказал ёжик. Это очень приятно. Это мой друг, ёжик, – сказал медвежонок. Знаю, – сказала солнце. Как неожиданно вы появились, – сказал ёжик. Мы только заговорили, что скоро вы будете приходить всё реже и реже. А вы тут? Тут как тут, – сказал медвежонок. Если бы только можно было, я бы очень хотел, чтобы вы пожили у меня. – Приглашаешь? – приглашаю, – сказал медвежонок. Только я не знаю, у меня очень маленький дом. На всю зиму? На всё, на всё, – сказал медвежонок. Только вот поместитесь ли вы? Они все трое стояли на поляне. Перед медвежонком, перед медвежонкиным домиком. Ёжик, солнце и медвежонок. Ёжик с медвежонком стояли друг против друга. А солнце как раз посерединке. – Идём, – сказала солнце, – показывай свой дом. Пожалуйста, – медвежонок подошёл первым. Рядом с ним солнце, а ёжик чуть позади. – Вот оно, – сказал медвежонок. И солнце вошло в медвежий дом. Заглянуло в каждый уголок. И снова появилось на крыльце. – Очень хороший дом, – сказала солнце. – Здесь и перезимую. – Согласна, – прошептал ёжик. – Ура, – закричал медвежонок. И сразу подумал. – Теперь только бы его не обидеть, только бы ничем не огорчить. – Ты уж теперь это. – Ты постарайся, – шепнул ёжик. Смотрите, какие красивые грибы. Осенью всегда бывают грибы. Под жёлтыми листочками они прячутся. Всего вам доброго. И до следующей встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»